Привет-привет! С вами Лера, и мы на канале «Путешествуем с семьей». Сегодня мы находимся в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, около отеля «Альбатрос Акваблу». Давайте зайдем, я вам его покажу. Акваблю хороший, Акваблю Шарм-эль-Шейх хороший. Очень-очень красивый. Вот охранник нас заверил, что отель очень хороший. Даже лучший. Ну что же, пойдемте посмотрим. Несколько необычно, что после входа оказываешься не на ресепшене, а сразу на территории отеля. Небольшие детские городки. Рядом пасется корова. Правда, она не живая, но в смысле не настоящая. Динозавр тоже не настоящий. Это горки Ниагра. Позже мы к ним подойдем. Маленькие деревянные домики прямо по курсу – это номера бунгало. Несмотря на какой-то простоватый, как дачный, что ли, внешний вид, внутри они довольно современные. Бунгало. Есть двух видов – поменьше и побольше. По этой стороне располагаются двухэтажные корпуса. Между ними тоже проглядывается бунгало. За домиками уже видны горки. Давайте подойдем, посмотрим на них. Вот так выглядит бунгало вблизи. Честно говоря, мне кажется, что они как-то не очень вписываются в общую концепцию отеля. И здесь у нас игровой комплекс для самых маленьких. Маленькие горочки для малышей. Грибки. Пойдемте дальше. Сделаны большие навесы над кроватями и лежаками. А вот это здание с куполами впереди – это центральный корпус отеля, построенный в форме кольца. И все остальные корпуса и горки расположены как бы вокруг него. Давайте дойдем до него. Тем более, как раз там расположен ресепшн. Перед входом – вот такой вот симпатичный фонтанчик. А вот и вход на ресепшн. Стойка-ресепшн. О, люстры, как у меня в комнате. Зона ожидания. Стоят столики со стульчиками. А прямо у нас лобби-бар. Не очень большой. Но часть столиков стоит на улице. Тут же расположена сцена и зрительский зал. Не только со стульями, но со столиками. Такое нечасто встретишь. А мы пойдем дальше. Впереди уже видны горки аквапарка. Слева – бар Лаверанда. А это один из ресторанов, где накрывают завтрак, обед и ужин. В конце видео мы сюда зайдем, посмотрим, что подают на обед. Ворота прямо. Это второй выход из отеля. Напротив них, через дорогу, находится вход в отель Альбатрос Аквапарк Шарм. Гости одного из этих отелей могут свободно пользоваться всей инфраструктурой соседнего. Несмотря на то, что аквапарк пятизвездочный, а акваблу только четырех. У корпусов, расположенных слева, есть свои бонусы. Во-первых, они расположены несколько подаль от основной суеты. А во-вторых, перед каждым корпусом есть свой бассейн, что особенно удобно семьям с детьми, проживающим на первых этажах. Тут еще одна зона для малышей. Небольшой игровой комплект. Маленькие горочки. Грибочки. Тут тоже большие навесы, чтобы спрятаться от солнца и наблюдать за детьми. И вот уже начинается зона основного аквапарка. Правила пользования детскими горками. От трех лет, только под присмотром взрослых. Горки работают с 10 утра до 5 часов вечера. Здесь бар у бассейна. Даже не бар, а скорее кафе. Кроме напитков, здесь также можно брать небольшой перекус. Пиццу, пасту, бургеры, сэндвичи и фри. Кстати, мне очень понравилось то, что сэндвичи, бургеры можно собирать самим. Здесь же можно посидеть, покушать за столиком в тенечке. Башня Шрек с тремя горками. Воронка. Можно ездить на специальных ковриков. Мне не очень понравилось. Скучноватая. Зеленая горка имитирует свободное падение. Можно кататься на одноместных или двухместных ватрушках. И черная горка с трамплином. Тоже прикольная. Катаются на ватрушках вдвоем и по одному. Кстати, вот на этой горке, не знаю почему, но очень часто застревают люди. Следующая башня Кинг-Кон. Четыре горки. Голубая и желтая. Прямые. С них можно гонять на перегонки. Красная горка – свободное падение. Но прошлая зеленая горка, конечно, получше. Большая воронка. Следующая воронка. Большая воронка. Т'Mher... Субтитры делал DimaTorzok Со всех горок можно кататься только на ватрушках, одноместных или двухместных. Следующая башня, Атлас, еще выше. И тут раз, два, три, четыре, пять, семь горок. Три горки, белая, темно-синяя и оранжевая, крытые трубы. Примерно одинаковые. Всю дорогу летишь в темноте, только брызги лицо, ничего не видно. Оранжевая горка широкая, с четырьмя дорожками. Тоже можно гонять на перегонке. Но нужно быть аккуратным, чтобы не вылететь на соседнюю полосу. Желтая и голубая – прямые горки. Но желтая – с небольшим трамплинчиком. Ну и оранжевая – серпантин. Так-то тоже неплохая. На всех горках в Атласе нужно кататься на специальных ковриках. И они мне, кстати, не очень понравились, поскольку с ними неудобно кататься. Но это еще не все. Идемте дальше. Но здесь бассейн с искусственной волной. Сейчас, правда, волны нет. Слева – последний комплекс город Ниагра – динозавра, которого мы видели при входе в отель. А вот висит расписание волны. Ее включают раз в два часа на 20 минут. Переходим по мостику через речушку. Справа – детский игровой комплекс для малышей. И снова переходим через петлящую реку. На самом деле, она здесь вовсе не просто так и не для красоты. По этой реке можно кататься на специальных лодках, типа каяков. Здесь простой бассейн без горок, в котором можно просто поплавать. Очередной бар у бассейна. Ну а вот последний, самый высокий комплекс город – Ниагра. Здесь три горки. Черная дыра вообще классная. Там внутри горки есть классная подсветка. И оранжевый серпантин. Там есть, конечно, один минус. То, что эта горка, когда ты с ней съезжаешь, она очень сильно трясется. С них можно кататься на ватрушках. Одному или вдвоем. Эти две горки нам понравились больше всего. Ну и зеленая горка для больших, круглых, четырехместных ватрушек. Меня не очень впечатлило. Какая-то медленная. Едешь себе тихонечко и едешь. Ну и здесь находится основной ресторан. Давайте зайдем посмотрим. Сейчас как раз заканчивается обед. Но люди еще сидят, кушают. Ну да, обед уже кончился. Блюда убрали. Поэтому, что подают на обед, мы традиционно покажем в конце видео на примере дополнительного ресторана. А мы же пойдем дальше, посмотрим территорию. Вот как раз стоянка гондол, на которых можно кататься по специальным каналам. Висит знак. Купаться запрещено. Озеро для гондол. Так, идемте дальше. Проходим в арочку. И здесь у нас детский клуб. Справа бассейн со знаком купания запрещено. То есть это не бассейн для купания, а канал для катания на лодках. Такой висит бюльчик с диванчиками и со столиками. Ну и здесь находится какой-то мелкий бассейн. Не знаю для чего. Может для малышей из детского клуба. Ну и здесь очередной небольшой уютненький бассейн для жителей соседнего корпуса. Такой же находится с другой стороны. А впереди мы видим ворота, через которые мы зашли в отель. А это значит, что мы прошли по кругу всю территорию. Вот мы и прибыли на пляж отеля. Сейчас мы находимся в самом начале пляжа. Сюда прибывают автобусы из отелей Альбатрос Аквапарк Шарм и Акваблу Шарм. Справа находится бар, в котором можно брать различные напитки. По системе все включено. С 12.30 до 2.30 можно бесплатно брать мороженое. Вот висит расписание шаттлов до отелей Акваблу и Аквапарк. Автобусы курсируют между отелями и пляжем с 8 утра до 5 часов вечера. До обеда через каждые полчаса. После раз в час. Но есть перерыв на обед с 12 до 2 часов. Что для нас было не очень удобно. Так как до 2 часов мы не хотели сидеть на пляже. То нам приходилось уезжать на обед в 12 часов. За баром есть проход на какой-то причал. Но делать там по большому счету нечего. Наряд с него нельзя. В том числе и из изображений безопасности. Разве что пофотографироваться. С него открывается неплохой вид на пляж и море. Сейчас еще рано. И в баре совсем никого нет. В баре в обеденное время также подают небольшой перекус. Вообще же пляжем пользуются 3 отеля. Кроме этих двух отелей еще Альбатрос Шарм. Который находится наверху горы слева. Пляж довольно длинный. Есть души, сполоснутся после купания. Расположены на некотором расстоянии друг от друга. Если приезжать на пляж пораньше, то почти все лежаки будут свободными. Можно спокойно выбирать себе место. Уже часам к 11 место на пляже нужно будет еще постараться поискать. Мы обычно уходили подальше к лифту. Там нам как-то побольше понравилось. Меньше людей снуют мимо лежаков до бара и обратно. Второй душ. Давайте дойдем до лифта и поднимемся на гору. Есть два лифта. Из-за коронавирусных ограничений не рекомендуется ездить больше трех человек. Во время подъема можно любоваться видом на море. Правда, стекла довольно сильно заляпанные. Вот мы и доехали. С горы открывается замечательный вид на бухту. Отойдя от лифта, мы оказываемся прямо на территории Альбатрос-Шарм. Кому интересно, смотрите наше видео про этот отель по ссылке сверху экрана. С территории отеля на пляж можно попасть не только на лифте, но и по лестнице. Для этого нужно пройти немного правее. Кафешка с просто сумасшедшим видом на другую сторону бухты. А вот и лестница. Спускаемся и наслаждаемся видами. Вход в море пологий и песчаный, что будет удобно для семей с маленькими детьми. Однако на пляже есть и рыбки, которые живут, в большей части, в небольшом куске рифа. Вот он, рядом с буйком. Спуск у нас не занял много времени. Я думаю, что иногда в часы пик, когда перед лифтом скапливается много народу, быстрее и проще спуститься по лестнице. За этим забором строится новый бар. Побольше, чем у входа. Кораблик имеет декоративную функцию. На нем проводится анимация, аэробика. Здесь единственное место на пляже, где есть песчаный вход в море, а не по лестнице. Я думаю, здесь удачнее занимать места с маленькими детьми. Здесь пляж уже совсем узенький, недавно восстановленный. Дело в том, что некоторое время назад, в результате обрушения горы, эту часть пляжа засыпала камнями, и он был непригоден для использования. Сейчас же понемногу пляж восстанавливают. Заборчик из камней. Я думаю, конечно же, носит скорее декоративную функцию, чем реально способен как-то действительно спасти в случае повторного обрушения горы. Куда более серьезной мерой является укрепление скал. Здесь в море уходят какие-то трубы. Я надеюсь, что через них производится забор воды, а не слив в море какой-нибудь гадости. Вот впереди как раз обломки зонтиков, сломанных камнями. Вот там за поворотом, где ходят люди, говорят, есть неплохой риф, и можно понырять с маской. Но мы до туда ни разу так и не дошли, так как пляж дальше пока еще совсем какой-то непроходимый. Но со временем, я думаю, его отремонтируют. Пока же можно посмотреть на рыбок из этого пляжа. А вот тот самый рифик, про который я говорила. Да, он, конечно же, совсем маленький, но тем не менее, на нем растут цветные кораллы и живут разные цветные рыбки. Конечно же, каких-то совсем экзотических рыбок здесь не увидишь. Но для песчаного пляжа уже хоть что-то. Если же вы хотите увидеть действительно много разных рыб, достаточно немного прогуляться до пляжа Эльфанар с его ответственным рифом. А вот бурый скалозуб, которого еще называют рыбой фугу. Вот стайка каких-то маленьких рыбешек прибилась в тени рифа. А это довольно распространенная для пляжа Египта рыба-хирург. Несмотря на ее безобидный вид, она может быть довольно опасна из-за острых шипов, которые находятся у оставания хвоста. Семейка рыб-клоунов. А это моя любимая рыбка Ринекант Пикассо. Самая маленькая рыбка из семейства углохвостых спинорогов. Мы же ее назвали Патискафиком. Несмотря на песчаное дно, следует быть весьма осторожными, потому что иногда на небольшой глубине до полутора метров могут попадаться осколки рифов, в которых живут морские ежи. Ну и напоследок давайте зайдем в дополнительный ресторан и посмотрим, что подают на обед. Овощи. Можно сделать салатик. Салаты. Фрукты. Пироженки. Говядина. Картошка фри. Здесь делают пасту. То есть макароны с разными добавками. Рис, курица, овощи-гриль, рыба. Хлебушек. Так, здесь запеченные овощи и макароны. Чай, кофе, лимонады. Соки порошковые. Мясо, макароны, овощи. Супы. Какой-то суп из птицы. И говяжий суп. Рыба на гриле. Шпинат. Индийский рис. Курица. Ну вот и, пожалуй, всё. С вами была Лера. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин